Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением журналист Архан Джималь. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотела я начать с этой крутейшей истории, как мне кажется, в Словакии, когда после убийства журналиста и его подруги, а журналист занимался расследованием коррупции и мафии итальянской на территории Словакии, вся страна буквально встала на уши. Люди вышли на улицы, требуют от властей там всего на свете, министр подает в отставку, президент говорит, нужно проводить досрочные выборы. Будем завидовать Словакии как граждане и как журналисты. Ну, вы знаете, был такой вот эталон, такой образ, культурный образ роли журналиста, который сложился, допустим, в 70-е, отчасти в 80-е годы. Журналистам посвящали свои фильмы Голливуд, вспомните, что великий Оливер Стоун снимал Сальвадор о журналистах. И журналист выступал в определенной роли супергероя, журналист это супергерой, человек, который спасает человечество, он разоблачает там заговор, там, три дня Кондора, допустим, или он скрывает мафию в Италии, там, с невероятными угрозами. Это вот такой вот культурный образ супергероя, и интересно, что культура влияет на общество, культура стала делать журналиста неприкосновенным, да, вот, в своем мейнстриме. То есть там, где журналист был супергероем, где он был общественно важен, всякая его смерть, всякое нападение на него становилось скандалом. Там, это и Италия, там, да, это и Соединенные Штаты, и Словакия в западный мир, вот, как оказалось там, да, то есть нападение на журналиста, это вот, там, определенная трагедия общества. А Россия, это мир не западный, это другая культура. Здесь у нас регулярно отстреливали, там, Политковскую, Истемирова, отравили Щекочихина, там, да, то есть здесь вообще же в Дагестане журналистов как куропаток стреляли. И еще масса имен в регионах, которых мы просто не знаем, но знаем только, что их там десятки. То есть у нас отстрел журналистов, это вот просто такая вот наша разборка, все, есть щекничек. Ну да, девушки. Уж очень гадят, да. А общество, оно, слишком далеке они от народа. Ну, узкий круг, да, вот, мы лишились, там, Политковская, это утрата нашего общества. Ну, узкий круг этих людей, кто так осознает. А это у нас так, потому что мы другая культура, а кто еще другая культура в таком случае, вот, если сравнивать? Ну, я не знаю. Ну, все, кто, в общем, был Советским Союзом, они другая культура. Интересно, что, допустим, в исламских странах, в таких, как, допустим, Турция, там, да, убийство журналиста может привести к политическому кризису, приводящему к отставкам правительства, к аресту партийного руководства, например, там, да. Это в исламской стране, а в Турции, там, да. Убийство журналистов в Пакистане, это грандиозный скандал, там, да, то есть, например. А у нас это рутина, это фон. При том, что Турция и Пакистан, это, как бы, мягко говоря, не западные страны. Ну, мы, как бы, считаем, третий мир, там, вот, что-то такое вот далекое, непрогрессивное. Ну, в общем, тоже кое-кого убивают иногда в этих странах. Нет, ну, естественно, Европу убивают, вот, Словакию убивают, но даже там это воспринимается чрезвычайно болезненно. То есть, общество достаточно развито, чтобы понимать, что журналист, хотя бы, может быть, и там, не эталонно с тобой совпадает, это важная фигура, там, да, она очень нужна, она определяет, обладает определенным иммунитетом, да. Вот это есть даже в тех странах, а у нас, вот, у нас этого нет. Ой, и такое отношение, оно сохраняется по сей день, да, к журналистам, там, при том, что бумажных газет, которых бы, которые бы вся страна утром открывала за завтраком, уже практически нет, с журналами вообще все очень сложно. Этот человек писал, там, на какой-то местный сайт свои расследования, и, казалось бы, интернет очень девальвирует журналистскую профессию. Ничего подобного, на самом деле же это чисто медийное обращение, вспомните замечательную историю, как, значит, два блогера постебались над Тинькоффом, а потом туда, значит, поехала московская милиция, значит, их громить и арестовывать. Но потом пришлось всем откручивать назад, и Тинькоффу пришлось потом извиняться. Нашло, пришлось, не пришлось, мы говорим о том, что ничего это не девальвировано, да, и блогеров в том числе убивают, и более того, с блогерами борется государство, как с чем-то важным, серьезным, их сажают на реальные сроки, там, да, ты вот как бы такой. То есть, на самом деле, сказать, что интернет как-то что-то размыл, да нет, не размыл, да, совсем не размыл. Просто это особое отношение, что журналист фигура неважная и ненужная. Ну, может быть, так оно и есть в результате, если там мы, например, так к себе сами относимся. Нет же ничего безусловного, нет ничего безусловного. Нет, ну смотри, вот, например, журналисты... Одному, что они нужны, другому нет. Ну да, вот журналисты сидят на прямой какой-нибудь там линии с президентом Путиным, да, и ведут себя, ну, как дураки в большинстве своем. Ну, у нас и, собственно, строго говоря, и журналистская солидарность на удивительно низком уровне, там, да. Вот, пожалуйста, вам история со Слуцким. Со Слуцким, когда был клич о том, что, ну, давайте бойкотироваться, да, вот Слуцкого больше не существует. Ну, это же нормально, там, да, то есть, это должна быть нормальная цеховая солидарность. Это же не посторонний человек, это не какой-нибудь там Челябинский, значит, фрезеровщик, который смотрит, разговаривает с телевизором, там, да, который услышал новость о смерти Политковский, плюнул только, там, да. Это же твой коллега, там, да, и какая реакция, там, да. Все продолжают совершенно нормально относиться к этому. Ну да, такая история случилась, а мы как бы вот и не впишемся. Не, ну, как нормально все продолжают относиться. Ну, не продолжают все нормально относиться. Как же, кто-то, кто-то вышел на пикеты, например, в Государственной Думе. Сегодня пикет в поддержку Слуцкого. А до этого был пикет, наоборот, против. И когда там, например, главный редактор сайта, какого сайта, газеты «Ведомости», по-моему, или еще какого-то сайта, вышел и сказал, что «Слуцкий, выходи, я тебя там как-то пощупаю красиво». — Товкайло, да. — Да, Товкайло, совершенно верно. А там Собчак вышла на пикет, но кто-то вышел. Нет, люди вышли там. Мы написали что-то тоже. — А сегодня мы ушли в другую сторону. Это совершенно загадочная вещь, потому что мы можем не любить, допустим, Собчак, да, или кому-то Товкайло, допустим, не нравится, хотя отличный парень. Но мы понимаем, чем они руководствуются. Они могут понимать, что да, мы против власти, против Путина, против Володина, но тем не менее понятно, что вот есть поступок, и у него есть совершенно понятное. — Значение, да. Понятно, чем они руководствуются. А чем руководствуют те, кто вышел поддерживать? — Чем? — Вот для меня загадка. — Какие версии? — Чем они вот руководствуются, когда вышли поддерживать? Я не могу даже предположить, потому что я специально разбирал с точки зрения шариата этот вопрос, потому что шариат достаточно четко подразумевает, скажем, виктивное поведение жертвы. — Сама виновата, что ли? — Да. Женщине предписывается избегать ситуаций, где она может стать жертвой нападения. Но это не жесткий императив. В рамках работы женщина, которая торгует в лавке, например, является учительницей. — Работает в думе. — Работает в думе. — Да, что она там такого делает? — То есть по работе формализовано отношение вполне нормально. — Конечно. — И человек должен отвечать за свои поступки тоже по шариату. — И вот поскольку господин Слуцкий, он все-таки там не был насилия, он не применял силу, поскольку речь, он только вот харасил, поскольку вот ничего... — Ну, на грани, на грани. — На грани, да. Ну, грани, я так понимаю, перейдена не была. — Потому что физические действия совершались. — То я думаю, что, конечно, казнить смертной казнью депутата Слуцкого по шариату не стоило бы. — Да, да. Но, пожалуй, парок по 40 за каждый инцидент ему вполне можно было бы вот прописать. — И тут я хочу обратить внимание на еще одну вещь. Не перебивайте, нет. Очень важно. — Не-не-не, важная вещь должна перебить, потому что минута буквально или очень короткая пауза. Не могу, вот не могу просто абсолютно пройти мимо этой темы, хотя, в общем, мы уже не первый день ее обсуждаем. И к сегодняшним новостям тоже сейчас обязательно перейдем, к более свежим, по крайней мере. Но, конечно, история с разными депутатами Государственной Думы, журналистками и законами шариата в исполнении Архана Джамаля, это я, конечно, не могу не довести до конца, и так продолжим. — Да, это нужно довести до конца. И тут мы обнаруживаем, что с точки зрения шариата, конечно, неплохо бы примерно 120 палок дать господину Слуцкому. А с другой стороны, у нас же здесь вот как-то шариата нет. — А палки по какому месту? — По спине. — По спине. И, ну, хотя бы формально мусульманка является потерпевшей. — Что значит формально? Ну, там была же журналистка BBC Фрида Рустамова, она хотя бы этнически, но мусульманка. То есть потерпевшая мусульманка. А в ответ мы слышим, что какое разбирательство, если вам опасно, увольнять вообще никто. Вообще, вы молодец. И тут, может быть, стоит задуматься, не пожаловаться ли ей другим силам. Например, не напомнить ли исламскому государству или там эмарату Кавказ о том, что вот ее права ущемлены, поскольку само-то государство справедливости не будет восстанавливаться. У нас же был один такой случай уже. — Какой? — А помните историю с господином Сысоевым, священником Даниилом Сысоевым, на которой оскорблял, оскорблял, оскорблял и совершал всевозможные действия, которые были чистой иллюстрацией 282-й статьи? На него мусульмане писали, писали, писали в прокуратуру, а прокуратура отписывала, не нашла состава преступления, не нашла состава преступления, не нашла. — Все закончилось. — Ну, пришел представитель Марата Кавказ и защитил оскорбленные чувства. — Ну, мы должны сейчас сказать о том, что тут никто никому ничем не угрожает, прости господи. — Нет-нет-нет, я даже думаю, что это неправильно было обращаться вот к этим людям, потому что понятно, что они бы восстановили справедливость, но ведь они костоломы. То есть они бы взяли бы и убили этого Слуцкого, а ведь мы же уже сошлись на том, что только 120 палок, а так ювелирно они не могут. — Нет-нет, даже говорить мы таких слов не будем, боже упаси. — Ну, я считаю, что если государство не вмешивается, как и власти не вмешиваются, руководство Слуцкого не вмешивается, то, по крайней мере, за родственниками потерпевших, за мужьями, братьями, отцами, близкими друзьями, — есть право набить морду Слуцкому, ну, сто процентов. Моральное право. — Кошмар. Ужас. Это просто уже в какие вот кошмарные, какие-то хтонические, архаические... — Ну, если другого нет. — Мы погружаемся. — Если другого нет. — Это ужасно на самом деле. Вот это вот просто реально ужасно. Правда. И тут еще смотришь, например, всякие интервью, которые дает глава государства, и которые не находят ничего более замечательного, чем грозить всему миру такими там ядерными, пещерными дубинками. — Ну, вы знаете, он в последнее время радует мир демонстрацией собственной лихости и крутизны. То есть совсем недавно прозвучала фраза о том, что если уж мир так ненавидит Россию, то зачем нам такой мир? Даже есть ядерное оружие. Совсем недавно он сознался, что хотел сбить самолет по первому подозрению. — Вот это вообще какая-то история безумная. То есть, значит, президенту говорят, а вы знаете, у нас там... — Не, наверное, он прав. Наверное, он прав. — Президенту говорят, вы знаете, у нас там какая-то фигня с этим самолетом. Он говорит, а, ну сбивайте. Потом ему говорят, а нет, это пьяный пассажир. Он говорит, а, ну тогда не сбивайте. Отлично. — Ну вот, да. А вот интересно, если бы не было Сочинской олимпиады, если бы он погребывал не в Сочи, а в Копенгаген, там все равно сбивайте. Вот как? — А если бы в начале, например... — Нет, может быть, согласно каким-то инструкциям, согласно оптимальному поведению на больших цифрах, это может быть и даже оправданное решение, там, да? То есть, так вот, посчитали ущерб от этого, и вот если не сбивать, то сколько может получиться? Да, надо сбивать. Может быть, это и все оправдано, но вот дело в том, что это как из златошары сыпятся вот эти вот демонстрации крутости, там, да? Да спали у всех чертовой матери в ядерном огне, там, да? У нас есть чем, я же рассказывал вам, там, да? Да я вообще тут самолет, значит, хотел сбить с пассажирами. То есть мир должен знать, что это крутой парень, который по утрам съедает жареного младенца. Вот Илья спрашивает по этому Архана Гейдаровича, как вы оцениваете послания и вот эти вот все вот послания президенту, и Кремль может реально применить ядерное оружие? Или это такой пафос и бравада? Как к этому относиться? Ну, вы знаете, значит, я вам так скажу, там, да, ядерное оружие было применено в мире, там, да, есть опыт использования ядерного оружия, это было. Все знают, что это можно. Есть практические наработки. Есть практические наработки, там, да, то есть технический вопрос. То есть мы уже подразумеваем, что вот там есть какой-то тормоз, что они же понарошку, у нас же была доктрина ядерного сдерживания, вы ударите, мы ответим, кому это нужно. Значит, но сейчас мы замечаем, что наше руководство нас радует и радует вот такими вот неожиданностями. Вот то, что мы считали, ну, вы же по дорожку? Нет, смотри, Таня, не по дорожку. Но это же на самом деле не по-настоящему. Нет, по-настоящему. Ну, может быть, мы как-то так вот все-таки думаем о них как... недооцениваем, что ли? Серьезность их намерения. Может быть, это ребята такие, которые... о чем черт не шутит? Ну, как бы да. Есть ли смысл, спрашивают многие сейчас, и в том числе наши слушатели, вот при всех вот этих раскладах, идти 18.03 на участке для голосования? И какой ответ даете вы на этот вопрос? Вы знаете, я тут недавно связывался с одним политтехнологом моим знакомым, ну, с которым просто как-то обменивались в неформальном ключе новостями и так далее. Значит, естественно, который там очень трезво глядит на всю ситуацию, который сказал, что нужно идти голосовать главное против Путина. Неважно за кого, хоть за Собчак голосуйте, тогда мне плевать. Главное против Путина. Ну, как крик души такой был. У человека. Но лично я не пойду, конечно, на такие выборы. Почему, конечно? Ну, я раньше не участвовал. С чего я буду сейчас участвовать? Я вообще, как бы, не являюсь фанатом этой демократической процедуры. А надо было как, чтобы Путин объявил себя кем? Целем? А зачем? Он тем, кем является Путином, объявляет себя Путином. Ханом? Ну, какая разница? Почему вы хотите вот ярлычок прилепить и сказать, вот тогда это по-настоящему, а без ярлычка это по-настоящему? Ну, потому что ярлычок, потому что пока ярлычок не прилеплен, то мне не всегда бывает понятно, с чем я имею дело. Потому что вот эту вот проклетку с надписью «Слон», там «Тигр», «Крокодил» и так далее. Ну, вот, скажем так, мы имеем то, что имеем. То есть мы создаем какие-то идеальные модели, но живем-то мы в той ситуации, в которой мы живем. Почему я должен ходить на выборы, исход которых предрешен? А зачем тогда все вот эти вот люди участвуют тоже в этой игре, которые тоже там будут фигурировать в этих бюллетенях с предрешенным исходом? Ну, у всех свои резоны, у всех есть там система обязательств, скажем так, единственный человек, который внутри, в глубине души, по-настоящему претендовал бы на пост президента и мог бы быть соперником, там, да, как бы к нему ни относились, хорошо или плохо. Это Максим Сурайкин. Он снят, там, да. Сурайкин – это фигура, которая существует на случай, если грузинин будет слишком успешным, там, да. Значит, это такой вот спойлер Грудинина, очень мелкая технологическая ролька, там, да. Я шучу. Нет, ну, все эти, единственный, кто там претендовал, он не допущен, там, да. То есть, ну, мы видим сложный театр из всевозможных фигур таких вот срежиссированных, там, да, и все. Мы же не видим реально, что, да, вот это он по-настоящему хочет, он по-настоящему верит в то, что он это сделает, там, да. Он, как Зюганов, в девяносто шестом году не переиграет, там, да, даже будучи уверенным, что он победил, там, да. Но таких же нет. Никогда не думала, что Арханжемаль в этой студии, в программе «Особое мнение» будет выступать с позицией истинного навальниста. Навальниста? Да, но навальнизм – это сложная вещь, там, да, я просто отмечаю то, что человек, который реально претендовал, единственный из всех, там, да, не был какой-то вот фигурой, которая, знаете, я поучаствую, там, да, я за работой популярности, там, да, я, может, потом, там, я не знаю, на губернатора Подмосковья, или, там, я не знаю, на мэра Москвы, там, да, кто-то там, да. А вот тот, я хочу вот президентом быть, а кто, кто вот из них так вот реально? Хорошо, мы сейчас сделаем маленький перерыв. Про Сирию спрашивают, конечно, у Арханжемаль, наши слушатели, и, например, Алан19 спрашивает, как долго на сайт написал наш слушатель, на сайт Эхо Москвы, как вы думаете, долго еще Россия будет участвовать в военных действиях? И другие слушатели и зрители трансляции в Ютьюбе спрашивают восточную Гуту, и вот это вот все. Правильно мы понимаем с нашими слушателями, что Башар Асад решил зачистить просто эту самую Гуту? Ну, отбить восточную Гуту. Да, и делает это, и тут уже цель полностью оправдывает средства, а Россия ему в этом посильно помогает. Ну, как и всему, чему, значит, Башар Асад предпринимает в Сирии. Да, решил, а турки потихонечку перемалывают Африн, расширяя, мало-помалу, зону своего влияния, уже без кавалерийских наскоков, свойственных им предыдущим операциям, ну, потихонечку, с хорошей арт-плаготовкой, движется, движется, движется. На генеральных направлениях курды сопротивления не оказали, так, стычки, нападения, не засад. А почему они наказали? У них сил нет для этого? Ну, это несопоставимые ресурсы, понимаете, там, да, Турция – это большая военная машина, там, да, которая располагает поддержкой достаточно мощных формирований. Все, что она делала перед этим, операция в Африне задумывалась давно, это возможность блокады путей, связывающих Африн, там, с остальной частью Курдистана, через которые можно запитывать его, там, оружием, людьми, ресурсами, да. То есть, она изначально предопределила, что перевес сил, там, да, будет на ее стороне. Это она реализовывает, она получала то, что было задумано. Ну, вот Путин во всех своих выступлениях и федеральному собранию, и в этих интервью последних везде, он презентует вот всю эту ситуацию вокруг Сирии и российское пребывание в Сирии как правильное дело и большой успех. Вы знаете, ведь это же точка зрения определенная, там, да, моя юность, мое политическое становление выпало на афганскую войну, которая шла 10 лет, там, да, ее тоже пытались, значит, педалировать, разыгрывать, как дело чести, дело доблести, новый эпос, новый миф, там, да, талантливые люди занимались, не менее поталантливее, может быть, нынешний. Их проханов на этом поднялся, там, да, то есть. И, в принципе, задним числом мы видим, там, да, что афганская война была, может быть, не главной причиной смерти Советского Союза, но одним из факторов ее разваливающих, да. И мы видим, как ситуация в Сирии, там, да, конечно, не в один-в-один, но она напоминает ту. Уже не получилось за год, там, да, уже не получилось, сократили, там, контингенты, там, да, уже не могут разобраться, кто союзники. Мы все это помним по афганской войне. Мы помним, как Аушев договаривался с Ахмад Шахмасудом в какие-то моменты, да. Ну, и тогда были разговоры про какое-то там подбрюшье, как сейчас помню, а сейчас разговоры, вот, про... Вот сейчас пропал генерал, пропал там. Там исчез генерал, по-моему, начальник глава генштаба, Герасимов, да. Бац, там, 1-го числа он сидел унылый в зале, слушал, как Путин там что-то толдышит, а после 6-го числа бац, никто не видел. Никто не видел, никто не знает, там, да, источники опровергают, живьем никого, никого не показывают, там, да, был ли он в той машине. А помните, что, например, в Афганистане, на второй день после штурма Дворца Амина, пролетевший оттуда генерал-майор МВД СССР, заместитель, первый заместитель Щелоков застрелился? Нет, ну, верю, да, были такие истории. Ну, такая была ситуация, да, такие истории там были нервны. Потому что тогда это была борьба щелоковцев против андроповцев, да, он просто застрелился. Вот, конечно, нет в один-в один, ну, какими-то такими знаками, там, да, а сирийская ситуация прорисовывает, что коготок увяз, он уже увяз. Это только коготок нам говорят. Но увяз. Да, но он уже увяз. Ну, все-таки, действительно, можно было, как вы оцениваете, можно было обойтись без этого коготка и без вот этого увязания, если мы говорим действительно, вот если мы верим всем этим аргументам про террористов, про то, что это близко к нам, про то, что у нас там. То, что мы говорили про маджахедов. Да, конечно, конечно. Мы все маркируем, значит, ну, таким вот значком, там, это гады, там, да. Тогда это называлось душман, но интересно, что власть-то тогда была более мягкая на самом деле. Советская власть, она не пыталась залезть в душу, там, да. Ты не обязан был использовать слово душман, например, там, да. А сейчас тебе ввели целый букет уголовных статей, вот вас заставляют, как мантра, приговаривать запрещенная в России террористическая организация. Тогда, когда вы говорили, там, да, отряды Ахмад Шахмасуда, по крайней мере, вы на статью нет, не рвались, там, да. А сейчас уже запашок появляется, там, да. Да, и что из этого следует? То есть, нынешний режим, он более такой извращенный, беспощадный, там, да. Он лезет в те закутки человеческой души, которую предшественники, вот этот вот Ляк Гривич Брежнов, он считал вот все-таки неприкосновенными. Ну, что, ты главное, вот, делать-то не делай, а уж что ты там думаешь? Ну, или не считал неприкосновенными, но, по крайней мере, не парился на эту тему. Ну, не парился, был вообще более, ну, скажем, либерален в таком стромодном понятии этого слова. В гуманитарном смысле. В гуманитарном смысле, чем нынешние слова. Вот все-таки, все-таки у вас есть ответ на вопрос, на который у меня нет ответа, потому что я в этом так не разбираюсь. Все-таки, был практически антитеррористический, там, вот какой угодно смысл безопасности лезть в эту самую Сирию, или это все исключительно какие-то ближневосточные амбиции некоторых политиков и генералов? Вы знаете, я не готов, значит, соглашаться с маркировкой террорист, как вот что-то вот такое запредельное, там, да, из отрядов Иблиса, значит, из отрядов Сатаны. Я все-таки, когда вспоминаю историю борьбы с террористами, там, да, как успешный результат, я вспоминаю Шинфейн, да. Когда, знаете, мы тут подумали, ребят, давайте договоримся. Давайте политическое какое-нибудь регулирование. Да, давайте найдем общий язык. Давайте найдем каких-нибудь среди ваших ребят более вменяемых чуваков, и с ними начнем разговаривать. Например, Непал, было такое королевство Непал, которое на моих глазах, я там присутствовал, я все это видел своими глазами. Да, вы не хотите монархии, вы хотите быть коммунистами. Ну, ладно, давайте. И что? И они стали коммунистической страной. И само потом рассосали. И товарищ Прочанда стал там лидером государства. Какой слоган сейчас у нас в отношениях с внешним миром задает предвыборный вопрос? Таня, для того, чтобы, видимо, лучше сориентироваться. Что вы говорите? Таня спрашивает. Это не я. СМС-ку написала из Москвы. Какой слоган сейчас у наших отношений с внешним миром? Какой слоган? Ну, так вот. Ну, ладно, мы сами. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она. Вот это хорошо. Чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Вот как-то так. Мы так расходимся, жалобно озираясь друг на друга. Ты не передумал? Ты не передумала? Да. А смотри, какой я красивый, хорошенький. Тут вот сижу себе. И так оно и будет продолжаться. Да. Понятно. Хорошо. Что-то я хотела еще найти в качестве вопросов. Да, и вот, кстати говоря, вот эта вот история, опять же, вопрос, который задала Мегин Келли по поводу химической атаки в Сирии и причастности России к ней. Вот там вот тоже дети погибшие и вот это вот все. Ну, при слове «дети погибшие» принято говорить «детей жалко». Ну да, ну, естественно, понятное дело, что принято говорить, что детей жалко. Ну, не принято говорить «скучно девочке», как сказал президент Путин или что-то в этом роде. Типа того, что все это ерунда и у вас нет никаких... Ну, все применяют химическое оружие. Итальянцы, эфиопов травили химическим оружием. Немцы, русских, вот Путин травит там сирийцев, сунитов, да, прекрасно, химическим оружием. Но всегда считалось, даже там в те достаточно архаичные времена... Путин травит сирийцев, а он их травит на самом деле? Ну, там есть какие-то аргументы, мнения же. Итальянцы же тоже говорили, да мы ни при чем, никого мы не травили там в этой эфиопии. А потом вылезло. То есть, ну, даже в самые кровожадные времена считалось, что все-таки травить западло. Когда это так считалось? Всегда. Это закреплено на уровне ООН, что вот это химическое оружие, которое не такое уж эффективное. Ну, закреплено и закреплено, а травить все равно никому не мешало. Неконвенционное. Да. Ну, неконвенционное. Так-то из пулеметов покосить ты в законном праве. Да, это пожалуйста. А вот это вот, ну уж и нельзя сказать, что пулемет намного менее эффективный. Самая эффективная вещь это тяпка, которую использовали в Руанде. Миллион человек за три месяца замочили. Без чего-то сложного. Нельзя сказать, что химическое оружие такое уж эффективное. Уж больно жуткое. Поэтому западло. Но, тем не менее, вот всегда смотрю на это и думаю, вот когда-нибудь же, когда-нибудь раскроют архивы, например, да, и мы узнаем, вот в чем обвиняли голословно, что действительно было на самом деле. Или опять будет как с Эдамом Хусейном и химическим оружием. Ну, и разные мнения там, да. Да, и разные мнения. Сталин приказал расстрелять поляков в Катыни. Да нет, Хрущев сфальсифицировал. Нет, но там есть доказательства. Есть доказательства за, есть доказательства против. Нет, за там больше, вот если говорить про Катынь, там все-таки нормальные все доказательства. Я к чему говорю, да. Ведь мы с таким жаром бьемся, там, да, друг с другом из-за Сталина, там, да. Не имея в виду истину тех далеких, там, не знаю, 30-х, 40-х годов, да. Мы бьемся за сейчас, именно поэтому, там, скажем, с кулаками на Шевченко бросается Сванидзе, а Шевченко ему отвечает. Это ж не про Сталина, это ж про сейчас. Ну да, и при этом у нас два кандидата в президенты, которые, ну, как бы, там, неважно, насколько искренне. Давайте скажем честно, у нас нет кандидатов в президенты. Ну, хорошо, вот участники вот этого шоу. У нас есть один кандидат в президенты. Согласна, согласна, согласна. Но двое из участников этого шоу не стесняются того, что они сталинисты. Ну, это точка зрения, там, да, то есть, как говорил Вольтер, я не разделяю вашей точки зрения, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли ее выставить. Да, за то, чтобы вы продолжали пользоваться вашими прекрасными, эффективными тяпками. Спасибо большое, это журналист Архан Джумаль в программе «Особое мнение». Спасибо, счастливо.